Удаление аденоидов, оно достаточно чётко сейчас сформулировано в мире. То есть можно услышать, опять же, какие-то личные мнения докторов, они могут сильно отличаться, но вообще в мире довольно чётко прописано, когда нужно удалять аденоиды. Аденоиды нужно удалять, когда ребёнок длительно не дышит носом, и при этом лекарства, те, которые, ну, фактически единственная группа лекарств, которая при этом помогает, это местные кортикостероидные гормоны. Это достаточно безопасная история, но требует, чтобы врач посмотрел и назначил их. Если у ребёнка нарушено носовое дыхание несколько месяцев, то есть у него дыхание через рот, он храпит ночью, он дышит ртом в течение ночи, то это показания к удалению аденоидов. Если у ребёнка есть задержки дыхания во сне и при этом, соответственно, храп, это тоже показания к удалению аденоидов. И последнее из таких широко использующихся показаний – это рецидивирующие, постоянно повторяющиеся инфекции ушей, гнойные атиты. Тоже, соответственно, это… Не обязательно гнойные. Ещё иногда бывает такое, что жидкость в ухе не гной, а, соответственно, вот слизь, которая, да, она долго держится в ушах. То есть она остаётся, это снижает слух ребёнка. В этой ситуации тоже аденоиды удаляют. На частоту простудных заболеваний мне такие данные не попадались, чтобы удаление аденоидов как-то снижало частоту простуд. Если ребёнок плохо дышит носом, да, постоянно дышит ртом, то у него немножко неправильно формируются кости черепа, потому что он растёт, и дыхание через рот, оно на самом деле неправильное, да, то есть это некий резервный механизм. Если у ребёнка повторяющаяся инфекция ушей, это может оставить последствия в ухе. Вот. И здесь тоже, в общем-то, нужно достаточно быстро, как правило, принимать такие решения. Ну быстро это не значит за дни, это значит за месяцы. Но какого-то именно научным способом, какого-то такого уникального средства, которое бы точно предотвращало развитие простуды или существенно снижало её риск, к сожалению, пока не нашли. Субтитры создавал DimaTorzok